Коллеги, я тогда потихоньку начну. Меня зовут Григорий Куксин, руководитель противоположной программы Greenpeace России. Я являюсь тем самым потребителем того, что, я надеюсь, вы будете дорабатывать и разрабатывать. Наравне с теми государственными структурами, где-то в партнерстве с которыми, где-то иногда в спорах, с которыми мы нашей деятельностью занимаемся. Ну, функция наша такая общественная, собственно, быть где-то помощниками, а где-то каким-то независимым приглядом за тем, что у нас происходит, для того, чтобы государство работало эффективнее и лучше вместе с нами. Почему для нас, ну и, собственно, из-за чего для нас настолько важны дистанционные данные? На самом деле есть несколько, ну, больших блоков, по которым хочется, чтобы эти данные все больше применялись. Первое, о чем мы с вами уже говорили и о чем упоминал коллега из государственных служб, это вопросы учета партнеров, потому что, на самом деле, часто ведутся споры, а вот горит или не горит, или горит много, или горит мало. И когда возникает ситуация, ну, скажем, по итогам года, что разошлись данные в 10 раз, например, официальные данные, данные того же самого космического мониторинга, казалось бы, какая разница нам с вами, как людям, ну, собственно, сгорело, там, миллион гектаров или сто тысяч гектаров, если они уже сгорели, их как-то потушили, но, в общем-то, по большому счету, это уже не имеет влияния на действительность, с одной стороны, с другой стороны, на самом деле, это не так. Потому что, во-первых, очень важны оперативные данные, потому что на основании оперативных данных принимается решение, сколько, собственно, сил будет выделяться на этот пожар. Пора просить Федеральный резерв из Москвы, там, из Пушкина, или переброску из соседних регионов, или этого еще можно не делать. И когда чиновники принимают такое решение, они должны опираться на какие-то объективные данные. Вот если эти данные не объективные, ну, как по Камчатке в этом году в 20 тысяч раз занижены данные по одному пожару. Но в этих условиях очень трудно принимать оперативные решения. Понятно, что на местах о своих пожарах обычно знают, и летчик-наблюдатель с борта видит, ну, действительно лучше, чем мы можем, там, по космическим данным оценить. Но если данные с мест запаздывают, искажаются, где-то недобросовестный человек работает, где-то, ну, какие-то ошибки закрадываются, ну, собственно, возникает задержка с принятием решения. И, ну, традиция искажений данных в нашей стране сильна, еще с советских времен, это не сейчас началось. Но сейчас очень важно, чтобы пожары признавались вовремя, любой большой пожар начинается с маленького. Это в том, что касается оперативного принятия решения. В том, что касается статистики, если регион показывает количество пожаров в 10 раз меньше, чем у них сгорело, это значит, что у них нет возможности потом проводить те же самые санитарные рубки, проводить, планировать нормальные мероприятия, потому что бы привести территорию в порядок, с одной стороны. А самая главная проблема для регионов, что если у них, по данным, тушилось 100 тысяч гектаров, а не миллион, то в следующем году нам денег дают на 100 тысяч гектаров, а не на миллион. И вот жуткое недофинансирование той же самой Бурятии по части лесных пожаров, тушения лесных пожаров, во многом вызвано тем, что чиновники часто пытаются имитировать благополучие. Я понимаю, что с этим борются и на региональном уровне, и на федеральном уровне. Поэтому вопрос статистического учета, и оперативного учета, и статистического учета, он довольно важный. Часто регионы недооценивают, насколько они сами себе подрывают, в том числе финансирование, в том числе федеральное финансирование, на борьбу с пожарами, если данные учитываются недостоверно. Сейчас прекрасно, вполне достойно работает система, о которой нам рассказывал первый докладчик, система из ДМРоскоскоск. Но, собственно, данные этой системы отличаются от официальных данных иногда в десятки раз. И даже вот этим классным, в общем-то, вполне рабочим инструментом, механизмом не пользуются для того, чтобы иногда решать проблемы. Поэтому, как бы, это один блок, который связан с учетом пожара. На самом деле, конечно, есть еще много задач, которые у нас могут стоять в связи с фотографией, которые требуют дополнительного, ну, такого технического мозга подхода, потому что, на самом деле, понятно, что вся работа, она делается на Земле. И люди, которые работают на Земле, должны вовремя узнать о пожаре, должны вовремя понять реальные границы этого пожара, должны понять, куда он будет распространяться, прогнозы погоды. И все это должно быть быстро, удобно и оперативно, потому что от этого зависит напрямую, как мы работаем, наша безопасность и эффективность наших действий. А плюс нужна, собственно, картография. Нам недостаточно посмотреть картинку, где горит. Нам очень важно понять очень многие данные о конкретном погаре. Тем более для нас, как для практиков, к сожалению, в российских условиях, очень важно понимать не просто, что вот здесь горит. Да, нам важно понимать, чья это Земля, нам важно понимать границы землепользования, потому что от этого зависит, кто туда поедет, какие силы там будут задействованы. Это нам, как добровольцам, без разницы, где тушить. Ну, нам никто денег не дает, поэтому никто за них не спрашивает. Но для того, чтобы эффективно наладить процесс, нам важно понимать, какая категория Земли есть. Есть там, например, как иной слой, есть вероятность длительного подземного горения или нет. Какие службы будут там задействованы, кто и как будет тушить. На самом деле, если мы все эти данные используем, то получается классно. Если мы к этому добавляем данные беспилотной разведки и можем ее привязать и на карте, на ноутбуке, на мониторе видеть непосредственно в поле, получается вообще шикарно. Ну, а если мы работаем с бумажными картами, которые от дедушки достались, ну, естественно, иногда нам чего-то не хватает, и мы попадаем в неудобную услуги. Коллеги из Золандо, скажите, есть возможность подключить презентацию? Загрузили? Я пока время тяну, да. Еще пока нет. Окей, потяну время еще немножко. В связи с чем, на самом деле, презентация будет чуть-чуть о том, какими данными мы как практики пользуемся. Да, мы это добровольные пожарные, то есть я этим занимаюсь на зарплате, я всю жизнь занимаюсь пожарами, служил в пожарной службе и работал в органах охраны природы, но последние 10 лет работаю в общественной организации, где пытаюсь как-то влиять на ситуацию с пожарами и как-то улучшить то, что у нас происходит в стране. Но работаю я с добровольцами, и, собственно, и ребята из Гурятии, Андрей Бородин, и ребята из Иркутской области, ну, и практически все волонтерские группы, которые у нас в стране есть, они контактируют между собой, мы стараемся держать какой-то общий стандарт, общий уровень подготовки, ну, уж как минимум не ниже, чем в государственных службах, добровольцы у нас более замотивированные, ну, недостаток опыта компенсируется избытком знаний. Поэтому стараемся, естественно, быть достаточно технологичными и при этом хорошо подготовленными, поэтому все, что касается полевой картографии, дистанционного мониторинга, это необходимый стандарт, без которого, ну, вот современный лесной пожарный, ну, не очень эффективен. Поэтому вот эти вещи обязательно учитываются в учебных программах, это то, чему мы учим, то, что мы используем. Ну, только что я вернулся, собственно, с сушения пожаров в Ленинградской области, с торфяных пожаров, где вот все эти данные, собственно, были необходимы, и началось все с дистанционного мониторинга. В мае месяце обнаружили термоточку, которая попала на сушный торфяник. Значит, кто-то должен был заранее отрисовать о сушный торфяник, мы должны были понять, что там есть торфя, что он сухой. Мы должны были увидеть термоточку, мы ее увидели. Дальше мы должны были понять границы землепользования, кто за что отвечает. Приехать на место, обнаружить пожар, это уже такая практическая работа. Да, и дальше, пользуясь всеми этими сервисами, собственно, отслеживать развитие ситуации. К сожалению, пожарный скор не потушен, продолжается, но, опять же, без постоянного использования и космических снимков, и графических данных, и кадастровых границ. Но вся эта работа была бы не очень эффективна. Хотя, конечно, без тушения, без ствола, без лопаты тоже не обходится. То есть, понятно, что ни одними информационными технологиями пожарный тушится. Готовы, коллеги, презентацию? Нет еще пока. Буду с тушкой соединения медленной. Давай мы на себя запустим пока. Может быть, запустим у нас и начнут с экрана, а потом догонят. Там, на самом деле, все относительно просто и понятно. Я буду словами комментировать. Вы, может быть, сначала, пока пауза дозавалась, на словах затронете тему расхождения между оперативными данными вашими и официальными? Затрону. Болезненный вопрос практически всегда. Вот только что я, собственно, вернусь из пожара, которого официально нет. Он действует месяц, его при этом как бы нет. А когда его как бы нет, его никто не тушит. То есть проблема... Ну, давайте сейчас, чтобы не обострять ситуацию с бурятскими коллегами, по-разному бывает на примере Ленинградской области. Просто только что ночью вернулся с этого пожара. Спутниковый мониторинг дает нам термоточку. Мы все понимаем, что это термическая аномалия. Мы все понимаем, что это, вероятнее всего, открытое горение на поверхности. По аналогии можете, вот, да, для себя по Кабанскому району, вот ровно такая ситуация была в 2014 году, в 2015 году. Появляется много термоточек. Понятно, что весной их очень много, и каждую проверить почти невозможно. Но при этом мы знаем, что есть территории наиболее опасные, где нам эти точки надо особенно внимательно смотреть. Мы понимаем, что точка весной – это не ложное срабатывание. Ну, не бывает практически ложных срабатываний, если это не техногенные источники. Это какое-то открытое горение. Пока пожар маленький, совершенно справедливо, очень некорректно говорить о его площади по единичным термоточкам. То есть ошибка может быть как в плюс, так и в минус. Но мы понимаем, что было открытое горение. Если пожар большой, если это там сотни гектаров, то уже абсолютно корректно говорить, в том числе о площадях. Если это многие тысячи гектаров, то дистанционный мониторинг, даже просто по модисам, по термоточкам, дает нам гораздо более достоверную картину, даже чем иногда наземное обследование и чем облет, потому что на больших площадях в задымлении все равно не получается точно по кромке облетать, точно смотреть. А на крупные, катастрофические пожары просто топлива не хватает облетать полностью периметры. Поэтому там в зоне, то, что сейчас называется в зоне контроля, дистанционные данные дают более точные сведения даже по площадям пожаров. И здесь, ну вот этот весь снос дыма, там какие-то вот эти вещи, но не дают они тех ошибок, о которых сейчас принято говорить, а это такие дешевые отмазки. То есть реально система СДМ, например, на крупных пожарах дает абсолютно достоверные нормальные данные в пределах там нескольких, ну там нескольких процентов, может быть, 10% погрешности площадей. Но когда данные различаются в десятки раз, речь идет все-таки, ну, о конкретном искорении. Если возвращаться к Калининградской области, была термоточка, значит, было открытое горение. Это не значит, что загорелся торт, но это значит, что надо эту точку проверить. И эта термоточка в сочетании, вот пересечении термоточки и слой осушенных торфейников дает нам понимание, что туда надо поездить и посмотреть. Вот дальше наш алгоритм очень простой. Мы звоним в Главное управление МЧС и спрашиваем, у вас там пожар есть? Они говорят нет. Если они говорят нет, то мы туда едем. Если они говорят есть, значит, все замечательно, сами заметили, сами нашли, скорее всего справятся. Мы едем на место, проверяем. Естественно, мы ищем не торфяной очаг, мы ищем то, что дало термоточку. Термоточка появилась, значит, было открытое горение. Отсмотрелись, неважно, с беспилотника осмотрелись, с земли осмотрелись, с самолета осмотрелись, в зависимости от того, какие у вас возможности на месте. Увидели, какая площадь выгорела. Просто темный контур. Снимки ланса для этого тоже годятся. Иногда мы не увидели термоточку, но на лансате увидели выгоревшую площадь. То же самое. Появилась горь, приехали, посмотрели. Если это торфяная земля, вот как в Ленобласти, или как у вас в Кабанском районе, или в Папузинском районе, поняли, что здесь горела крова. Все, поняли, что дало термоточку. Если этот торфяник, обошли ногами, понюхали носом, нашли отдельные очаги. Если мы их нашли в первый день, поставили мотопомку, залили, цена вопроса, в общем-то, укладывается в стоимость бензина на поездку. Если мы не заметили, не нашли, неделю пока развивается, туда уже требуется несколько пожарных машин на несколько дней. Если пока развивается месяц, туда требуется группировка сил, бульдозеры, вездеходы, пожарные машины, десятки людей. И это уже довольно заметные для региона затраты. Если мы еще месяц не потушили, вода ушла, и нам требуется армия, трубопроводные войска, группировка федерального масштаба. И вот на этой стадии обычно дым накрывает города. На этой стадии нормальные люди, горожане, в том числе программисты, начинают понимать, что у нас проблемы с пожарами. Но на этой стадии поздно что-то делать. На этой стадии можно покупать респираторы, кондиционеры в детские дома. Можно вести гуманитарную помощь пострадавшим. Но справиться с пожарами на этой стадии уже никто не может. То есть только генерал-дождь. Потому что без осенних осадков и зимнего снега мы с этими торфельниками уже ничего не сделали. Поэтому наша с вами задача, собственно, научиться в контакте государства, добровольцев, всего интеллектуального и технологического сообщества, делать так, чтобы до того, как дым пришел к городам, мы понимали, что происходит, и вместе договаривались, как на это среагировать. Используя все современные технологии и все остатки пожарной техники, которые еще есть в нашей стране. Уж в условиях того финансового кризиса, в котором мы все есть, ну, тут бессмысленно это скрывать, да? В Бурятии, ну, раз в 10 точно надо повышать финансирование охраны лесов и пожаров, чтобы хоть как-то регион мог быть уверенно готов к пожарам. Да, но вот в условиях такого кризиса крупных пожаров допускать нельзя. Особенно затяжных торфяных пожаров. Поэтому наша общая задача, собственно, научиться на это быстро реагировать и давить это маленькими силами, объединяя усилия общественных и государства и признавая это в область. Вот для этого, собственно, нам нужен и дистанционный менторинг, и оперативная картография, и объединение усилий, тем более, что общественные организации, добровольцы часто, ну, чуть впереди идут по сравнению с более медлительным, более инертным иногда государством. И здесь мы можем просто помогать нашим коллегам, партнерам осваивать те технологии, с которыми нам проще пробовать. Нам не надо согласовывать с министерством, а можно нам такую программу поставить, а можно секунду. Да, а вот эта штука с открытым ходом и трудом государства, вообще непонятные слова и страшные. И что мы готовы уже... Чудесно. Чудесно. Поехали тогда по слайдам. Дистанционный мониторинг, собственно, для чего он нам нужен, да? Получение информации о пожарах с помощью, в том числе, интернет-ресурсов до выезда или без выезда на место пожара. Чего мы, собственно, хотим? В первую очередь, да, при минимальных затратах, то есть без вылета самолета, без выезда наземной группы, в оперативном режиме понять минимальный набор данных о пожарах, что горит, то есть горит это лес, или горит это степь, или горит это торфяник, понять масштаб происходящего, понять прогноз, в том числе на основе этих данных, в том числе, естественно, интегрируя в это прогнозы погоды. И здесь, на самом деле, очень большой пласт того, что можно обсуждать, потому что вот как правильно интегрировать, как визуализировать погоду, можно ли учитывать, например, вероятность сухой грозы или регистрировать молниевые разряды в отсутствии осадков. То есть такая отдельная тема для Бурятии тоже очень актуальная, потому что, в отличие, скажем, от Подмосковья или от Ленинградской области, в Бурятии есть такие угрозы, это тоже фактор, который надо учитывать. Понимать угрозы населенным пунктам, особо охраняемым территориям, то есть понимать, где нам в первую очередь надо работать, где нет. Обязательно понимать статус территории, потому что тот же Кабанский район стал вот такой проблемой для всей республики и для всех соседних регионов, во многом из-за того, что статус территории был не совсем понятен, потому что это не лесной фонд, это не земля населенного пункта, это какие-то странные сельхозземли в федеральной собственности, и очень долго спорили, кто должен тушить. Вместо того, чтобы быстро справиться с проблемой, надо погрязли в спорах, а кто будет тратить деньги. Для государства это серьезная проблема, потому что тут же прокуратура спросит за нецелевое использование средств, это понятная проблема, да, но тушить надо было вовремя. Для того, чтобы это быстро решать, собственно, нам нужны дистанционные данные и возможность понять, что за категория земель, кто собственник, кто отвечает еще до того, как мы едем на покару. У нас добровольцы все эти данные собирают в пути следования. То есть мы едем, у меня в машине сидит девочка-картограф, и пока мы едем на пожар, она успевает собрать все эти данные, еще и карту нам подготовит. Ну и, собственно, по итогам сбора этих данных принимается решение о выезде. То есть это вот не просто картинка, да, вот кружочек красный где-то горит. Это гораздо больший набор данных. Сейчас мы поговорим, откуда мы их берем, а в конце я постараюсь подробно расписать, с ребятами посоветовались, чего нам не хватает, чего бы мы от вас хотели. Потому что мы тут совсем невысокую технологичную, просто пользователи. Но мы понимаем, чего нам не хватает. Необходимая информация, это, собственно, спутниковые снимки. То есть это та самая категорическая основа, подложки данной об изменении растительности, то есть как сейчас выглядит местность, где есть вода, где нет воды. Термоточки, то есть те самые термические аномалии, причем по возможности со всех, естественно, возможных источников. И мы стараемся пользоваться всеми системами, которые есть. Кадастровые границы. Они есть на разных ресурсах, их надо уметь собрать воедино вовремя. Прогноз погоды. Основной любимый ресурс, которым часто пользуемся, конечно, поискосмосненки.ру, за что отдельное спасибо Гошу, всей команде разработчиков. Действительно удобный, хороший, очень, ну, с таким интуитивно понятным интерфейсом ресурс, на котором многие данные можно собрать. Многие, но не все. Ну, об этом, собственно, Георгий в своей презентации много говорил. Значит, основные плюсы для нас. Очень быстрый, простой и достаточный доступ. Не надо скачивать отдельно слой точек, не надо его обновлять каждый день. Можно отлистать назад, можно отлистать вперед, посмотреть за предыдущие дни. Это достаточно удобно. Сюда сразу интегрирован слой торфейников, который отрисован нашими сотрудниками и добровольцами. Это удобно. Здесь есть границы федеральных и некоторых региональных ОПТ, особо охраняемых территорий, то есть заповедники, национальные парки, федеральные заказники. Но с природоохранной точки зрения наиболее ценные, чтобы мы понимали, чему угрожает в первую очередь. Поиск по населенным пунктам. Это удобно с точки зрения людей, которые понимают, есть опасность, нет опасности. По отдельным территориям, соответственно, лонсаты. Возможность. Достаточно интересная работа с новостями. Мы ею тоже пользуемся, потому что действительно иногда мы узнаем о том, что люди желаются на пожар. По новостям быстрее, чем мы видим термоточки, или действительно, когда мы их просто не видим. Ну, слишком интенсивно прогорело быстро между пролетами спутников. К сожалению, каждые 10 минут мы, в отличие от первого докладчика, не получаем свежие спутниковые данные. Все-таки 2-3 раза в день максимум. Обновляются и между пролетами, конечно, успевают многие пожары пройти незамеченными. Значит, из минусов. Не все термоточки. То есть, ну, алгоритм того, что отображается, да, верификация, ну, прям, проверки вероятности пожаров свой. Плюс пока нет вирсовских точек, которые чуть более... Сейчас есть. Есть. Есть давно. Это наше все время миссундерстение. Ага, ага. Вирсовские точки давно есть. Но, по крайней мере, когда мы скачиваем исходники, когда мы скачиваем с, соответственно, фирс... Просто нас менял, опять же, алгоритмы. Меняются алгоритмы, но в связи с чем... Есть некоторые расхождения. Да, есть некоторые расхождения. Значит, естественно, если вы хотите не просто оценить какой-то ресурс, а взять максимум данных, естественно, пользуетесь несколькими, сравниваете. Это нормально. Подложка достаточно низкого качества и достаточно старенькая, поэтому, да, мы понимаем, где горит, но, глядя на подложку, мы не понимаем, что там на самом деле, срубили этот лес уже или нет, сгорел он в прошлом году или еще нет. Неполные кадастровые границы из минусов для нас. То есть, да, мы не можем понять точно принадлежность земель, или, к сожалению, не можем даже точно оценить лесной фонд или лесной фонд. От этого зависит, кто будет тушить, пожарные или лесники. Ну и некоторые сложности с накоплением информации. Мы не можем отрисовать контур пожара, как в СДМ, и следить за развитием целиком пожара. То есть, да, мы видим только актуальные точки, и нам приходится, чтобы воспроизвести картину, отлистывать назад, вперед и пытаться понять, где же здесь реальный контур. То есть, это удобно для людей, но не очень удобно для профессионалов, если вы погружаетесь в проблему глубже. Исходные данные берем с, естественно, фермс, с насовских. Ну, собственно, здесь все просто. Берем кремельные точки за нужный промежуток. Если нам требуется за больший период, то пишем запросы, включаем архивные точки. И их отражаем, например, в Google планеты Земля. Как правило, снимки более высокого разрешения, хотя тоже не самые свежие. Но, по крайней мере, дату снимка точно всегда можно посмотреть. И, соответственно, просто на Google, в земле гугле, смотрим вот эти самые точки, которые скачиваем с фермса. Есть смысл их сравнивать с фермс-снимками. Ну, и где-то иногда, либо в одной, либо в другой системе мы можем поймать те точки, которые коллеги из-за особенностей своего алгоритма упустили. Соответственно, здесь мы видим чуть большее, как правило, количество термоточек, снимки более высокого качества. Мы можем подгружать разные слои, пользуясь планетой, планетой Земля. Но это гораздо дольше, это неудобно делать из машины. Ну и, соответственно, вот тех ресурсов, которые предоставляют фермс-снимки, тех опций и возможностей здесь нет. Система ЕСДМ Рослесхоз, они много говорили в первой части, естественно, тоже пользовались. Ну, когда она открыта для людей, мы ей пользуемся. У нее есть закрытая часть для профессионального лесного сообщества, ее мы считаем некорректным использовать для общественной организации, потому что по-хорошему вот данная федеральная система, которая сделана за наши бюджетные деньги, должна давать достаточно данных людям, чтобы люди могли контролировать, что государство делает и насколько эти пожары тушат. В принципе, даже открытая часть довольно информативна. Мы видим контуры пожаров. Мы здесь очень здорово можем видеть не только термоточки, которые сейчас действуют, но и историю этого пожара. Не все алгоритмы идеальны. Иногда большой пожар из-за того, что длительный период, часть его, ну, скажем так, холодная, он разбивается на несколько отдельных пожаров, они по отдельности учитываются. Но по большому счету, в общем-то, это хорошо, нормально работающая система, хороший инструмент, которым можно и нужно пользоваться, ну, особенно, если он открыт для людей. Но, опять же, в закрытой части информации полезной много, и для лесников это действительно инструмент, если они умеют им пользоваться, он дает им достаточно много полезного, в том числе границы лесничеств, в том числе, ну, то есть, гораздо больше нужной им лесной информации. Ну, возможны сочетания и, да, разнообразные сочетания разных продуктов. Ну, да, контуры территории, связь, тоже дата площади, периметр пожаров. Ну, опять же, нет адекватных снимков. Сайт регулярно падает, это вот первый минус, который сразу здесь написан. Ну, просто частенько недоступен для людей, по крайней мере, возможно, и для основных пользователей. Ну, и ограниченный доступ, это всегда не очень здорово. Значит, источник сверхъех данных, которые мы получаем по актуальному состоянию поверхности и по дымам, потому что очень важно, куда направлен шлейф дыма. И, ну, если помните, пару лет назад у нас в Москве осенью как-то запахло дымом, все начали обсуждать, откуда, что это у нас осенью пахнет. И, собственно, вот, посмотрев на шлейф дыма, обнаружилось, что это брянские радиоактивные терпляники, разгорелись настолько сильно, никакой информации об этих пожарах не было, вот просто по нулям. Нет пожаров и все. Да, но шлейф дыма тянулся непосредственно от границы Белоруссии, с самых радиационно загрязненных территорий после Чернобыльской аварии, и остатки этого шлейфа доходили до Москвы, так что мы здесь чувствовали запах дыма. Но местные жители просто несколько недель задыхали из дыма, который шел с радиационно загрязненных терпляников, в которых как раз накопилась большая часть опасных материалов после аварии, они просто по поверхности стекали в низинные болота и там оставались. Ну, то есть довольно неприятные ситуации, иногда выявляются, ну, собственно, источник дыма часто выявляется именно по свежим снимкам, и Warpview позволяет нам свежее более-менее состояние шлейфа дыма как минимум, свежие снимки посмотреть, скачать, наложить на них точки и все это посмотреть. Ну, MPP, соответственно, новые точки, которые нам чуть добавляют, чуть более на меньших площадях замечают пожары, ну, и вот такие красивые картинки иногда удается получить. Это прошлый год, собственно. Ну, да, она такая красивая на экране, но я был на месте, и, соответственно, да, мы все помним, насколько тяжелая была ситуация, в том числе с задымлением и в Улан-Удэ, и в Иркутске, уж не говоря про небольшие поселки вокруг Байкала. Да, и здесь можно, в общем-то, с прогнозом погоды очень здорово понимать на следующий день, через день, какие населенные пункты окажутся в задымлении, ну, вплоть до того, чтобы принимать решение о том, чтобы эвакуировать людей, хотя бы своих родственников, там, детей, стрелков, увозить. Если помните, 10-й год в Москве, у нас в Центральной России около 100 человек погибло на пожарах, сгорело в своих домах, погибло в пожарных, около 100 человек. Но данные по смертности Минздрав потом давал, на 55 тысяч человек поднялась смертность в московском регионе из-за задымления. Причем это уже никаких страховок, никаких компенсаций, это просто люди умерли преждевременно, вот сверхсреднемноголетних значений, из-за воздействия дыма. От тех и трофенных пожаров он самый токсичный, самый неприятный, самыми долгосрочными последствиями, там, из-за угарного газа, из-за бензопирена, который канцерогенен, и так далее. Поэтому это тоже довольно важный фактор, который надо принимать во внимание. Соответственно, достаточно частое обновление, но понятно, что мешает облачность, снимки достаточно низкого разрешения все-таки, ну, и нет возможности подгружать свои данные. Значит, чем еще обязательно пользуемся? Публичная кадастровая карта, с которой очень хочется приинтегрировать, насколько это возможно, все продукты, которые мы создаем. Потому что с точки зрения лесника, лесной пожар, ну, с точки зрения лесного кодекса, это не то, что в лесу горит, это то, что горит на землях лесного фонда, обороны безопасности, землях ОПТ. То есть, на самом деле, не всякий пожар среди деревьев будет лесным пожаром. И в зависимости от того, какая категория земель, как проходит граница, пожар не знает этой границы. Но каждый чиновник знает эту границу. Ну, и очень важно, чтобы, принимая решение, что там горит и кто туда реагирует, мы видели кадастровые границы, мы понимали принадлежность, категорию земель и так далее. Очень много проблем из-за этого возникает. Ну, и, собственно, в итоге мы получаем обнаружение пожара, вид пожара, причину возникновения, ну, по крайней мере, предположительно, можем ее прикинуть. Если это вершина горы после грозы, то, скорее всего, это молниевый пожар. Если это берег реки или вырубка и солнечная погода, то ни о каких естественных пожарах речь не идет, это точно человеческий фактор. Мы понимаем продолжительность, масштабы, мы понимаем координаты, куда ехать, угрозы, чьи земли, количество лесных горючих материалов и так далее. Иногда погрешность снимка, там, примерно 700 метров плюс-минус, да, дает вот такие смешные попадания в водоемы, и нам начинают чиновники рассказывать, что это вода блестит. Да, это не вода блестит, это поле горело рядом с населенным пунктом. Иногда мы видим точки, впадающие на то, о чем чуть подробнее сейчас еще скажу, да, точки, впадающие в границы торфяников. Иногда мы видим, ну и в зависимости от прогноза погоды, да, точки вот такой линии вытянутой, мы понимаем, что это фронт пожара, и понимаем, как пустой рон он движется и так далее, и так далее. Ну, я постараюсь быстрее листать. Значит, собственно, особенности выявления торфяных пожаров, то есть отдельная беда для многих регионов, с которой столкнулись сейчас и Байкальские регионы, то есть Иркутск, Бурятия, с которой постоянно сталкиваются все новые и новые регионы в Европейской России, например, на Западе, то есть у нас, ну, с Чернобыльской аварией начиная, Брянская область ни разу не испытывала проблемы с торфяными пожарами до прошлого, вот последних нескольких лет. Всегда было достаточно влажно, всегда были интенсивные зимние осадки, ну, достаточно интенсивные, чтобы торфяники были напитаны водой. Вот сейчас климатические процессы меняются, прогнозы погоды делать трудно, но многие регионы сталкиваются с тем, что торфяники начинают гореть там, где раньше не горели. Ну, горят они, естественно, не сами, они загораются от какого-то внешнего источника, но начинают опасно развиваться. Поэтому для нас с вами очень важно понимать, среди множества точек, которые, например, весной обнаруживаются спутниками, какие из них могли привести к возникновению, например, торфяного пожара, потому что торфяник будет гореть несколько месяцев, разрастаясь, увеличиваясь, давая все больше дыма, и если мы его найдем вовремя, этот программ, то все будет здорово. Если мы его не найдем вовремя, то потом просто никакими силами мы с ним не справимся. Ну, вот так весной выглядит Европейская Россия, это примерно майские праздники. Внутри каждого кружочка несколько маленьких термоточек, то есть это многие тысячи точек, которые за несколько дней могут попасть на территорию европейской России. Если хотя бы одна из них падет на сушный торфяник, весьма вероятно, это будет проблемой на многие месяцы. Ну, там разные снимки болот с разной степенью подробности из разных регионов. Ну, да, вся вот эта канавная сеть, понятно, что это, да? Это когда-то было болото примерно, вот такое естественное болото, а потом его осушили для добычи торфа, прикопали все вот эти канавы, начали добывать торф, ну, либо подсельское хозяйство. Канавы остались, торф не вытерхал конкуренции с нефтью, с газом, и осушенные запасы, многомиллионные по тоннам осушенного топлива, которым, собственно, электростанции топили, да, остался в осушенном состоянии, и теперь любой источник огня приводит к тому, что это топливо начинает гореть. Все эти канавы, то есть, по ним течет вода, вода уходит с поверхности торфа, ну, и если весной там еще есть вода, все это легко потушить, то летом это просто пороховая бочка, изрытая сухими каналами. Возникла после 2010 года, собственно, возникла идея, что все эти торфяники, осушенные торфяники, надо закартировать, эта работа была сделана и продолжается постоянно, ежедневно у нас дорисовывают, доделывают эти контуры наши сотрудники, наши добровольцы. Но про технологии можно будет чуть подробнее, про салоны поговорить, если это будет интересно. Собственно, вот в масштабах европейской России мы стараемся все крупные осушенные болота по историческим данным найти, по космическим снимкам обнаружить, отрисовать, по каждому выяснить историю освоения, где, в каких границах там залишь торфа, но в первую очередь, конечно, по данным дистанционного мониторинга, по мере получения сверху снимков, мы отрисовываем, отрисовываем, отрисовываем эти контуры. Значит, собственно, отрисовываем их не для красоты, а для того, чтобы можно было в автоматическом режиме пересекать термоточки, которые попадают, с контурами этих осушенных торфянек. Ну, вот, например, болото не осушенное, заболоченная сыркоместность, какие-то поймы рек, и очень четко видимая поверхность, изрытая мелкими-мелкими каналами, это осушенные торфянки. Если мы его отрисовали, и точка попала в него, нам приходит, благодаря вашей его команде, приходит письмо на почту или смс на телефон, о том, что точка требующей проверки. Это очень удобно, потому что до этого нам приходилось глазами отсматривать все вот эти тысячи термоточек, и, глядя на них, интуитивно догадываться, есть там торф или нет, ехать туда или нет. Но ездим мы все равно очень много. Собственно, пересечение термоточек с слоем торфяников дает нам понимание, ну, там в любом виде можно их отображать, можно персоскачивать, можно на ферс-космоснимках вот так смотреть, дает нам понимание попадания или не попадания точки в торфяник. Дальше вот тот алгоритм, который я описывал. Если государство заметило этот пожар чудесно, можно ехать помогать, можно не ехать не помогать, в зависимости от того, как договориться. Если местные пожарные охраны считают, значит, там ничего не горело, значит, надо ехать и посмотреть. Ну, это вот волонтерская работа наша, такая же работа в Буретии, такая же работа в Иркутске, в Ленинградской области. И она дает свои результаты, потому что один выезд маленькой группы добровольцев иногда снимает проблему, которую потом надо затыкать многомиллионными вложениями, колоннами техники и все равно без видимого результата. Собственно, для того, чтобы мы с этим справились, нам нужны карты. То есть нам надо не просто посмотреть в интернете, тем более, когда мы едем, обычно там нет никакой связи, не то, что там. В 3G интернета там часто сотовая связь, в принципе, отсутствует. Поэтому очень важно, чтобы данные у нас были с собой, и эти данные были актуальными, свежими. Ну, по дороге, пока интернет есть, мы их стараемся накачать, но если успеваем в городе, значит, еще и напечатать бумажные карты. Собственно, да, анализ данных, подготовка карт, подготовка навигаторов, то есть всех спутниковых систем, инновационных, с которыми мы едем. Ну, как правило, какие-то туристические там гармины, ну, чем больше они умеют, тем лучше. Сбор данных на территории, верификация данных, которые мы получили, и обязательно подготовка отчета и хранения данных, потому что история выездов и история пожаров, это тоже важно. Если мы видим, что в одном и том же месте болото горит год за годом, да, это значит, что в этом же месте оно будет гореть в следующем году. По старым очагам намного легче возникают новые. История пожаров дает нам историю завалов, историю сгоревших дорог, провалившихся в ездных путей и так далее, и так далее. Чем пользуемся? Пользуемся разными программами, разной степени открытости. Понятно, что профессионалу из GIS-отдела пользуется там, Аргиз. Добровольцы чаще всего используют в Соспланет. Значит, почему в Соспланет? Открытая, бесплатная, доступная программа, которая позволяет подгружать снимки достаточно высокого разрешения, выбирать подложку, то есть, где снимок лучше, на Яндексе, на Гугле, на кадастровой карте, сравнивать с топокартой или подгружать слой топокарт, выводить туда те контуры, те границы, которые нам нужны, отражать термоточки, рисовать треки с наших навигаторов, подъездные пути и хранить эти данные. Отдельная программа, которой мы пользуемся, которая очень нужна, это Грид, программа к созданию координационной сетки, потому что на месте бывает неудобно диктовать координаты, особенно в условиях скоротечного погара. Пока мне группа задиктует там, по северу, не слышу по рации, по северу, там 53 градуса, повтори 53, мне проще сказать, альфа-1 двигает вправо 2, даже если надо повторить, это будет быстрее. Координационная сетка, программа разработана добровольцами, программистами из добровольческого отряда из АЛЕРТ, это поисковики, которые людей, пропавших в лесу, ищут, ну просто мы им помогаем, они нам помогают, мы у них вот позаимствовали прекрасную программу, соответственно, эту сетку накладываем в соцпланете, и она же заливается во все навигаторы. Соответственно, получается довольно удобно. Чего нам очень-очень не хватает, это информация о лесничествах. К сожалению, нет привязанных карт с лесного фонда, нет привязанных лесничеств в общем доступе, и нам приходится визуально, глядя на PDF-ку с там, ну или какой-нибудь JPEG, с карты лесничества, визуально сравнивать с космоснимками и привязывать так на глаз. Нам кажется, что это 104-й квартал. Да, и дальше на месте с лесником выяснять. Лесник тоже иногда на месте не может определить, он 104-й или 107-й, или он карту перед ногами держит. То есть бывает по-разному, да, и вот этих данных очень не хватает для того, чтобы точно привязываться, но пока это делается, вот в режиме вот такого визуального привязывания. Значит, ну давайте сразу перейду к нашим хотелкам, поскольку понимаю, что время уже выбрал. Да, презентацию можно будет потом подробнее посмотреть. Чего она в первую очередь не хватает, что бы хотелось улучшить. Я очень надеюсь, что в формате хакатона, вот в группе приложенного интеллектуального потенциала, да, мозга, у нас хватит на то, чтобы что-то из этого исправить, может быть, не все. Значит, не хватает привязанных карт имел лесного фонда. Есть картинки, которые в общем доступе в лесохозяйственных регламентах. Очень хочется научиться их привязывать, а еще лучше договориться с государством, чтобы эти карты наконец появились, потому что они, в принципе, есть, просто их бояться почему-то показывать люди. Значит, очень хочется, возвращаясь к статистике, да, система, то, о чем Георгий говорил, создание системы автоматизированного подсчета площадей, соответствующей принятым российской статоотчетности показателям, то есть, да, лучше ежедневно с оперативными отчетами и поквартально, вот как выкладываются официальные данные, чтобы все люди могли не ориентироваться на мнение экспертов Greenpeace, а просто зайти на независимый внешний ресурс, не привязанный к конкретной общественной организации и посмотреть, вот столько сгорело или вот столько сгорело. Ну, просто надо немножко пододвигать, стимулировать чиновников, говорить правду, правду говорить и финансировать эти работы, и, на самом деле, реагировать вовремя на пожар. Чего очень хочется дополнительно? Создание удобной оптимизированной системы отслеживания пожаров насущных торфянников не только по термоточкам, но и по гарям, которые видны на снимках среднего и высокого разрешения, потому что мы видим только те термоточки, которые, ну, да, там есть термическая аномалия, фиксированная спутником. К сожалению, когда мы выезжаем на болото, мы видим много маленьких, небольших пожаров, которые спутник не поймал. Слишком маленький, слишком холодный или успел отгореть между пролетами спутника, и они все равно дают торфяные очаги, поэтому мы видим только самое крупное, самое сочное, но, к сожалению, развиться в катастрофу может любой маленький пожар на большом осушенном болоте. Поэтому, если мы сможем по лансатам, если мы сможем по снимкам более высокого разрешения, да, не только среднего, отсматривать просто выгоревшие площади и пересекать их точно так же, автоматически пересекать с контурами торфяников, это будет здорово, это нам даст большой пласт, я думаю, что еще столько же примерно выявленных вовремя пожаров, но это значит, что еще больше сил освободиться на то, чтобы потом реагировать на что-то более новое, более внезапное, потому что иначе все силы ввязнут на том, что мы не нашли, на том, что мы вовремя не заметили. Значит, создание программы быстрого и удобного привязывания снимков сделано из беспилотников. Отдельная большая тема, отдельный пласт, я знаю, что есть группы инженеров, которые этим занимаются, сейчас у многих есть те же самые коптеры, фантомы, на которых люди в удовольствие летают, и это классный инструмент, который позволяет быстро отснять площадь. Если мы сможем эти снимки удобно, быстро, прямо на пожаре привязывать, это значит, что руководитель тушения не рискует людьми, не рискует жизнью, бегая по этим завалам, до того, как пожар уже отсмотрен и разведан, а это он взлетел, за несколько минут получил карту, актуальную, сегодняшнюю, на сегодняшнюю минуту карту развития этого пожара, и он на основании нее принимает решение, потому что, я этим пользуюсь, мне это помогает, я гораздо безопаснее направляю людей на ту или иную часть этого пожара, когда я его посмотрел с воздуха. Это хороший инструмент для наземных групп, но он требует додумывания, он требует привязывания тех игрушек, которые есть в свободной продаже, к пользовательским вещам, которые будут конкретно руководить на месте. Значит, очень хочется доработать САС-планету, она дорабатывается все время, ее открытый код, над ней постоянно работают, новые версии иногда уступают предыдущим, иногда опережают их, что нам не хватает? Очень не хватает, во-первых, работы с объемными файлами, то есть карток, мы туда пытаемся загрузить много точек, программа не сняет, очень не хватает нормального, удобного каталога в управлении точками, не хватает встроенной системы генерации координационной сетки, потому что нам приходится две отдельных программы использовать, потом эту сетку накладывать со склани, то тут долго, на поверхах иногда надо работать быстро. Да, очень хочется цветокорректор для подложки, потому что иногда снимки качественные, но очень невнятные, чуть подкорректировать цвета, но тогда нам приходится выкидывать в фотошоп, корректировать картинку, ну, в общем, как-то выдумывать какие-то графические редакторы, для того, чтобы люди на пожаре могли разглядеть на этом снимке то, что нам надо разглядеть. Да, может быть, создание робота, который собирает информацию, ну, вот как вот, да, усовершенствование поисковиков, которые ищут информацию от людей и от чиновников, потому что сейчас мы в прошлом режиме мониторим сайты в управлении МЧС и по косвенным признакам, по слову торф, по слову тления, догадываемся, где у них что происходит, когда они не хотят это показать. На самом деле, поиск информации, да, по словосочетанию, там, торф, трава, пол, лесничество мог бы давать довольно много информации, в том числе от людей, которые где-то в соцсетях пишут о том, что у нас проблема, у нас тортной дым, да, никто не реагирует. Да, и тогда можно вместе придумывать, как им помогать, как на это реагировать быстрее. Георгий говорил о том, что можно совершенствовать систему дешифровки торфяников и картирования торфяников. На самом деле, очень сложный вопрос, потому что нам хочется ее делать лучше, нам хочется ее ранжировать по степени опасности, этих торфяных болот, но на самом деле, это довольно такая сложная экспертная работа. Я не уверен, что здесь помогут программисты, здесь нужны будут аведы. То есть, глядя на снимок, нам важно не просто придумать алгоритм его там, отрисовывания, но нам важно, чтобы человек понимал, вот эта система канав, она на песке, она на глине или она на торфе, или это окопы, или это что-то еще. И на самом деле, здесь требуется большой опыт и большая работа на земле, поэтому отрисовать много торфяников, которые на самом деле будут не торфяниками, и пропустить торф, который неочевидно осушен, будет довольно обидно, потому что на это будут ездить люди и будут вынуждены тратить топливо, время и проверять точки, которые можно было бы не проверять. Поэтому здесь, на самом деле, сложный вопрос, его надо обсуждать, и мы готовы его обсуждать, потому что пока мы это делаем, экспертами, пока мы это делаем людьми, которые точно понимают, что такое осушенное болото, и стараемся это делать довольно качественно. Но помощь в этом все равно может быть нужна, и к этому можно присоединяться добровольцам, и можно присоединяться к тому, как это делать более удобным, более автоматизированным.